В муниципальном центре культуры мэр Магадана Юрий Гришан торжественно вручил паспорта юным магаданцам. Даниил Огурцов учится в седьмом классе, занимается лёгкой атлетикой уже четыре года. Этот вид спорта помогает ему не только в учёбе, но и в жизни. Молодой человек отмечает, в этот ответственный день он спокоен и уверен в себе. Несмотря на свой ранний возраст, молодой человек уже ставит цели на будущее. «Отучиться, до 11 класса обязательно дойти, получить образование и дальше уже поступить на мою специальность». Накануне Дня Конституции паспорта вручили 12 школьникам. Ребята не только отлично учатся, но и ведут активную социальную жизнь. Участвуют в различных акциях, побеждают в олимпиадах и спортивных соревнованиях. «Мы сегодня в этом зале самые лучшие. Я рад, что мне предоставили честь вручить вам паспорта граждан Российской Федерации. Но то, что происходит сегодня, это, конечно, будет зафиксировано в вашей памяти и будете всегда об этом помнить и рассказывать, в том числе своим детям». В этот торжественный день юных магаданцев поздравила музыкальными номерами солистка Муниципального центра культуры Мария Челих. «Всей душой люблю тебя, Россия, над тобой пусть светит солнце, Россия, за тебя всегда болит». В минувшую в субботу провели митинг в рамках «Гне памяти». Посвятили его началу первой чеченской кампании. 27 лет прошло с момента начала боевых действий в Чечне. Тогда, 11 декабря, в 1994 году первые эшелоны российских войск вошли в Чеченскую республику. Первая чеченская кампания длилась два года – 1994 и 1996 годы. За время боевых действий на территории республики погибли и пропали без вести почти 6 тысяч российских военнослужащих. Память о тех событиях ежегодно в нашей стране 11 декабря проходят церемонии памяти, посвященные погибшим воинам в Чечне. В эту субботу в Магадане прошла памятная церемония. Она состоялась традиционно у мемориала землякам-колымчанам, погибшим при исполнении служебного долга за пределами Отечества. В церемонии приняли участие губернатор области Сергей Носов, мэр города Юрий Гришан, а также сотрудники правоохранительных структур, ветераны и члены общественной организации «Боевое братство». Она традиционно выступила организатором данного мероприятия. «Уже на протяжении 15 лет проводится это мероприятие в память о погибших земляках, погибших товарищах в чеченской кампании. Проводит это боевое братство на протяжении многих лет с приглашением всегда первых лиц региона, города, самое главное с приглашением ветеранов боевых действий, которые вспоминают своих товарищей». Начало 90-х – развал страны республики стали отделяться, особенно это коснулось Кавказа. В 91-м году двоевластие, сама действующая часть Чеченско-Ингушской АССР и вновь образовавшаяся Чеченская республика Ичкерия, которую возглавил Джохар Дудаев, бывший генерал-майор авиации в советской армии. Известно, что двух правителей на одной территории не бывает. Дудаев со своими сторонниками осенью в 91-м году захватил республиканский телецентр, Верховный совет и Дом радио. Началась революция, власть захватили сепаратисты. Дудаев заявил, что Чечня выходит из состава России. В ноябре президент России Борис Ельцин издал указ о чрезвычайном положении в Чечено-Ингушской республике. Три года провозглашенные власти воевали с местными оппозиционерами. И только в 94-м году на территории Чечни вошли российские войска для наведения конституционного строя и правопорядка. Вот тогда и началась полномасштабная война. В начале декабря 94-го года российские подразделения были введены на территорию республики. Шли военные одновременно с трех направлений. Моздок, Северная Осетия, Ингушетия и Дагестан. С декабря по март 95-го года наши солдаты приступили к штурму Грозного. И вот там и развернулись самые жестокие сражения. Только через два месяца наши войска смогли взять Грозный. К тому моменту город был разрушен практически до основания. Сами боевики ушли из города в горы, где война продолжилась. В этот период боевики мстили и на других территориях, устраивая теракты в Буденновске, Кизлярии и так далее. В итоге по соглашению двух сторон было принято решение провести переговоры, в результате которых были заключены хасаверутовские соглашения. Наши войска покинули республику, оставив много техники и боеприпасов в вооружении. Буквально через год мира Чечня стала рассадником разбоев и грабежей. Похищали с целью выкупа жителей соседних регионов. За три года якобы перемирия боевики активно готовились ко второй войне. Вербовали дополнительные силы, строили базы в горах Чечни для подготовки и обучения наемников. К боевикам активно стали примыкать исламисты и наймиты, в особенности из арабских стран. Могу отметить, что в ходе боев нам попадались и афроамериканцы. И в 99-м году началась Вторая Чеченская война. На площади космонавтов специалисты комбината зеленого хозяйства заменили уличную библиотеку «Бери и читай» на новую. На днях было обнаружено, что действующая там библиотека была испорчена. У нее были вырваны дверцы, а стенки повредились. Виной этому либо ветер, ведь недавно прошел циклон и порывы ветра достигали до 30 метров в секунду. Либо это граждане-вандалы постарались. Но факт остается фактом. Саму причину повреждения тяжело сейчас установить. Мы отслеживаем состояние этих уличных библиотек и периодически при необходимости производим их ремонт. В данном конкретном случае было принято решение заменить ее, потому что отремонтировать уже ее не представляется возможным. Поэтому, чтобы гражданам было удобнее ей пользоваться в данном месте, мы поставили много. Изначально на площади космонавтов летом прошлого года сотрудники Вечернего Магадана совместно со специалистами КЗХ, была установлена уличная библиотека «Бери, читай». Место было выбрано не случайно. Площадь космонавтов – достаточно проходимое место. Ее облюбовали как родители с детьми, так и некоторые политические движения. Плюс рядом находится серьезное здание, и журналисты думали, что их книжный домик находится под серьезной защитой и чутким присмотром. Но, видимо, ошиблись. Продержалась библиотека в сохранности полтора года. Напомним, первую в Магадане уличную библиотеку журналисты Вечернего Магадана открыли в 2017 году. Тем самым дали старт появлению «Бери, читай». Спустя полгода их инициативу подхватили сотрудники «Карибу». Потом журналисты установили книжные домики в сквере за зданием СВЗ в автотеке, в сквере Болдырево, в городском парке и на площади космонавтов. Всего в Магадане установлено шесть уличных библиотек, но периодически все эти книжные домики приходят в негодность по разным причинам. Чаще остальных приходится ремонтировать библиотеки в сквере Болдырево и у ДК Автотек. И гадаться на санках не холодно, даже вот еще раз прошивет, потому что зима — это весело, это лыжи, хоккей и горьки. И в ночи, словно дирки, беспечные, светят нам дальних звезд ада льки. И не надо гадать, и долго маяться, если все предельно объяснимо, Почему зима там вспоминается, если говорим мы о России? Потому что зима — это здорово! ПОЛИТИЛ, СИРЕНА ПОЛИТИЛ, СИРЕНА ПОЛИТИЛ, СИРЕНА Молодцы, мои друзья! Всем приятно! Приглашаю танцевать! Весь багаданский народ! Приглашаю дружить!